Прошел всего месяц традиционного выступления Путина перед нелюбимыми россиянами, а у бедного деда уже заканчивается место на спине для пресловутых ножей. Только в этот раз, желающих вставить свои заточенные пять копеек на порядок больше, и расположились они по обе стороны баррикад. Не успели внутри российской обсервации утихнуть события, связанные с протестными акциями 31 января, как на помощь пришли западные коллеги. Они торжественно поддержали акцию под названием «Оплеуха президенту» и передали через дрожащие усы Пескова печальные новости для Владимира Путина. Первыми нанесли удар американские недоброжелатели ботоксного государя. Посол США в России Джон Салливан в недавнем интервью четко обозначил позицию новой администрации Белого дома по ситуации в РФ. Соединенные Штаты Америки ни при каких обстоятельствах не намерены ослаблять санкционную хватку в отношении Кремля. На этом дипломат не остановился и сообщил, что Украина является приоритетным направлением для команды Байдена. Соответственно, Путин может попрощаться со влажными мечтами о снятии существующих ограничений до полной деоккупации Донбасса и Крыма. Никаких пряников для диктаторов. Только жесткая санкционная порка по всем направлениям. Услышав эти новости, не выдержали нервы у еще одного дружка гражданина Ботокса. Речь идет о Викторе Вексельберге, карманном миллиардере президента России. Он пожаловался российским СМИ на то, что Минфин США арестовал его счета, на которых лежит свыше полутора миллиарда долларов. Вексельберг признается, он регулярно встает на колени и выпрашивает у звездно-полосатых стражей демократии деньги на карманные расходы. Причем предлог каждый раз лепит новый, начиная от благотворительности и заканчивая борьбой с ковид. Про девиц легкого поведения, правда, не упоминает в своих просьбах, но, по мнению миллиардера, это идет в стандартном наборе услуг. Недаром любые переговоры российских миллиардеров сопровождают свои варианты рыбок. Так что Кремль может долго вещать о бесполезности санкций, но, как мы видим, даже ограничения в отношении конкретных лиц приносят свои плоды и заставляют путинских прихлопов нервно ерзать на стуле. Что тогда говорить о секторальных санкциях, которые с большой долей вероятности могут посетить РФ в этом году? Эффект будет ошеломляющим и отправит обрюзгшего фюрера за пределы Солнечной системы. Но самым интересным стал дерзкий выпад президента Франции, надевший своеобразный желтый жилет и выступивший против своего друга Владимира Путина. Послание было передано через госсекретаря Франции Климана Бона. В Париже призвали Германию отказаться от Северного потока-2. Более того, местные власти хотят окончательно закопать проект, используя ситуацию с Алексеем Навальным. Франция будет лоббировать любую порцию санкций и хочет увязать их с этим газопроводом. Подобные заявления отчетливо говорят, братания Путина и Макрона на фоне противостояния с Турцией, а также совместной поддержки армянских террористов, не мешает дорогому Эммануэлю вставлять нож в соответствующий разъем на филейной части российского коллеги. Франция быстро уловила, куда дует ветер и, судя по последним тенденциям, в 2021 году мы увидим чудесное перевоплощение Макрона. Из дружка кремлевского диктатора он может быстро превратиться в поборника демократии и прав человека, о чем его команда не устает кричать и сейчас. В конце концов, у президента Франции есть шансы, хоть и минимальные, остаться на плаву, в то время как Путин уверенно идет ко дну. Находиться в политической изоляции вместе с полуумным дедом такое себе удовольствие решил Макрон и оперативно присоединился к пинанию президента РФИ. Тем временем курс валют в деревянном государстве продолжает ползти вверх. За 1 доллар просят 76 рублей, а евро пересек отметку в 92 дубовые купюры. И это вопреки достаточно высоким ценам на нефть, которые не спасают оголенный зад прогнившего российского режима. Как только США утвердят новые санкции, а Северный поток-2 окажется заживо погребенным на дне моря, курс валют в Рахляндии отправится покорять космос. Остается только гадать, произойдет это весной или все путинское кодло успеет тронуться умом в феврале. Присутствует странное ощущение, что торпедирование Солнцеликова развернется на полную уже в следующем месяце. Делайте ваш прогноз, шоу продолжается.